МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА «Чтобы избежать подобного искусственного завышения, нужно показательно запретить нескольким отелям принимать у себя постояльцев», заявил лидер ЛДПР и призвал закрыть отели, которые спекулируют на важном для страны событии. Также председатель партии предложил Ростуризму активнее участвовать в формировании цен на гостиничные услуги, установив жесткую ценовую планку для каждого номера. Люди должны наслаждаться чемпионатом в комфортных условиях. Владимир Жириновский посетил международную выставку охоты и рыболовства на Руси, на ВДНХ. Данная выставка считается крупнейшей в России и одной из ведущих в мире. Она проходит традиционно в конце февраля. На экспозиционной площади ВДНХ в течение нескольких дней будут выставляться лучшие образцы товаров и услуг в области охотничьего и рыболовного снаряжения. Посетители выставки смогут оценить оружие, специальное оборудование, технику и транспорт, средства для рыболовного и охотничьего туризма, сувениры и тематическую литературу. Лидер партии оценил работу участников выставки, примерил валенки, получил в дар охотничий нож и добавил, что нужно ценить и поддерживать отечественных умельцев наших мастеров, производящих такие уникальные вещи. Мы продолжаем демонстрировать серию специальных репортажей о работе фракции ЛДПР. Вот это скидер. Первая линия, очень хорошая, известная, отлично работающая. Сейчас его активно применяют в комплексной терапии. Вот мы его производим. Так это он, там распасовка шла? Это фасовка. А здесь что на этой линии? Это он идет на упаковку. Это на упаковку? Да, да, да. Он уже как бы в пачечку. И это тормозит. Девушки, привезите пачку упакованную одну. И здесь тормозят его, чтобы сюда быстро... Добрый день. Мы сейчас в рамках избирательной кампании посещаем различные предприятия. Впервые оказались на фармацевтическом предприятии, где изготавливаются лекарства. Нам важно знать все-таки, что мы можем изготавливать. Какого качества, каких болезней. В целом, как отрасль нашей промышленности. Связанная со здоровьем людей. Мы в свое время помогали индусам создавать первичные предприятия. В том числе витаминные заводы. Потом они развивали сами свою фармацевтическую отрасль. Теперь они здесь открывают свои производства отдельно или совместно с нами. У них есть свои производства. Больше сырья, связанное с травами. Южная страна. Рынок у них огромный. Население. Полтора миллиарда. Скоро китайцев огоньки. Потом проблемы начнутся. Когда слишком много населения. Надо же всех кормить, лечить. Жилье, работа. Это очень много проблем создает. Но здесь у вас очень важное лекарство. Социально значимое. Это и вирусные инфекции. Это и СПИД, и гепатит, и туберкулез. И дальше будет увеличиваться линейка названий тех болезней, которыми лучше бы никто не болел. Но это невозможно. Не получается. Посмотрите, здесь очень строгие меры гигиены. Переходы все открыты, закрыты. И как всегда, гендерное неравенство. Вот одни женщины. Вот одни женщины. В аптеке одни женщины. В больнице одни женщины. Это хорошо. Они хорошо работают, но, наверное, у мужчин больше тянет в те производства, где как бы более такое что жесткое, суровое, мужественное. Но в перспективе, конечно, все равно это сравняется. Девушки любят теперь стрелять и прыгать с парашюта. Ну, наверное, фармацептики. У вас в Индии тоже женщины или больше мужчины фармацептики? Поровну. Поровну. Вот у них больше, так сказать, поровну. Потому что большая безработица. И мужчин должны идти туда, где есть работа. А не потому, что им нравится или не нравится. Вот. Ну, работать легко вам здесь? Кто еле-еле отвечает? Да. Ну, хорошо. Боитесь, так сказать. Профсоюз есть у вас? Нет никого профсоюза? Шмаков разогнал себе профсоюзы? Должен быть профсоюз. Защищать ваши права. Квартиры дают вам? Не дают. Ну, путевки в санаторий? Нету. Талоны на питание? Нету. То есть, социальная сфера должна развиваться. Восемь часов работаете? Сокращенные. Сокращенные. Потому что вредное производство. Зачем свою жизнь гробить и приходить на вредное производство? Зарплата вы? На деньги. На деньги меняете здоровье и жизнь. Или здесь живете просто? Удобно. Ну да. Мы живем здесь и сейчас. Удобно. Потому что здесь живете и где-то искать. А если на мясокомбинат пойти вот рядом здесь, Микояновский. Так он уже не работает. Уже все, закрыт стоит. А Станкинский? А Станкинский далеко отсюда. Ну, вы сами решаете, где работать. Конечно, это сам человек. Есть люди вообще работают на совсем вредном производстве. Но, я так вижу, все у вас чистенько, аккуратно. В халатах, шапочки. Все это гигиена. А то, ну, раз придешь в ресторане без всякой шапочки, а потом из блюда достаешь волос. Так хорошо. Когда мы человек живой организм и в момент нашей жизни, вот сейчас, миллиарды клеток падают с нашего организма. Мы просто их не видим. И новые миллиарды образуются. Надо закрыть те вот части тела, откуда возможны выпадения, которые вы не виноваты, вы не видите. И мы сами не видим. Но вот это общественное питание, медицина. Здесь, конечно, нужны особые меры предосторожности, потому что это людям не должно портиться настроение. У нас микробиологический контроль. Микробиологический контроль проводится, мониторинг. Молодцы. Молодцы. Постоянно мониторинг, постоянно медосмотр, постоянно какие-то анализы сдаете. Да. Вы поглядите сюда, никто не видит. Где вот там? Вы же начальник. Покажите, что вы начальник. Покажите, что вы начальник. Покажите, что присутствует Министерство промышленности. То есть спиной. Вот сюда. Подождитесь туда, лицом, а то... Пользуясь тем, что Министерство промышленности присутствует, хотел поблагодарить очень хорошую программу импортозамещения, и мы внеактивно участвуем в виду. Активно вытесняем заплёк. Заплёк, в основном, производители с российского рынка. И ко всему прочему, доступные препараты дешевле значительно, чем западные аналоги. И работают уже 15 лет. Да, больше должны. А индийская часть что нам делает? Помогает? Да. У нас пользует технологию. Всё, вы нам привезли. Да. Или у нас изучаете, к себе повезёт. Нет, на русской зиме. Технологии всё. Они привезли какое-то оборудование к вам? Конечно. Да. А рабочих? Да. Только оборудование. Оборудование и технологии. Полно лишних людей. Надо им сбывать, так сказать. Вот такая вещь. Нравится вам в России работать? Я сам гражданин российский. Жена русская. Да, конечно. Хорошо. Жена русская, тихо, спокойно. Мы все помним с детства лишь один фильм ваш. Радж Капур. Бродяга. Вызывался. И там же бандит какой-то был. Я боялся, до сих пор боюсь. Это он что-то убивает, его лишь поделает. Вместо законов. Да, песни хорошие. Насладил что-то там. Такой здоровый барыга что-то там перебирает. Радж Капур. Кого он там играл, я его забыл. Фильмы хорошие, конечно. Такие. Тихие. Спокойные. Сейчас нету. Что вы перестали фильмы выполнять? Ну, у нас есть. Ну, к нам-то не приходят они. Ну, привозите. Вот сейчас в Россию больше стали. Больше. Болливуд. Голливудский фильм больше. Нет, нам не нравится. Голливуд. Болливуд. Но эта тенденция есть, что вам больше нравится на русские женщины. Ну, на русские женщины нравится. А? Ну, вот индусы. Больше на русские женщины или привозят сюда, так сказать, индианку? Какая тенденция? По-разному. По-разному. Ну, отлюбишь же, даже, конечно. Полюбил, значит. Да. На национальность не будет смотреть, на место на это не будет смотреть. Ну, у вас жарко очень. Жарко. Ну, душевные индийские и российские. Да. Матси очень близкие. Душевная теплота есть, так сказать. Очень близкие. Побольше надо таких предприятий. Да. Прямо завались везде, прям по всем. Везде предприятия, везде таблетки и все больные. И счастье. Закрывать надо таких предприятий, чтобы духу не было. Чтобы у нас все были здоровые. Всех вылечить. Здоровые. Никакого ВИЧ, никакого гепатита, никакого туберкулеза. Мы туберкулез победили. А сейчас вдруг снова. Вспышка. Да еще в какой-то форме, от которого нет лекарств. И погибает очень много. Поэтому вам всегда хватит работы. К сожалению. Да. Люди в белых халатах. Так что мы вам благодарны, потому что ваш труд, он очень важен. Любой человек в течение своей жизни десятки раз заходит в аптеку. Поэтому это прямое соприкосновение. И, может быть, он даже не всегда в больнице окажется. На больничной койке. Но в аптеку он придет. Потому что это люди грамотные. Они уже знают, какой препарат надо купить. Поэтому от вас многое зависит. Судя по вашим лицам, вы счастливы. Зарплата высочайшая. Жилье отличное. Все на машинах. Я посмотрел, там стоят машины кругом. У всех путевки. По-моему, все на Бали летят. С экскурсоводом Собча. Сейшелы. Отдыхали. Мальдивы, Сейшелы, Бали. Не вылезать, наверное, оттуда. Загар еще не сошел с лица. Дальше этого управы местные никуда не выходили. Наши женщины. Ну, съездите еще. Отдохнете, так сказать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...